Всем привет! В эфире Нехта и события, место которым в новинках. На лайв-канале мы продолжаем информировать вас о том, что происходит вокруг, а прямо сейчас поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, если не сделали этого раньше и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие новинки. Не забывайте делиться выпусками с близкими, пусть еще больше людей знает правду. А мы начинаем. Сегодня в выпуске. Новый слив закулисных разговоров мусоров после избиения женщины в Жодино. Взлом телеграм-канала Радио Свобода и давление на международную независимую прессу. Нелегитимный вербует мигрантов. Пятый пакет санкций скоро. Показательные аресты в Гомеле. Носите маски, соблюдайте дистанцию и дезинфицируйте руки. Вакцинируйтесь, по возможности оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких. Киберпартизаны опубликовали новое видео. На этот раз в нем разговоры карателей после инцидента 13 сентября 2020 года в Жодино. Когда участковый инспектор в звании майора, бывший боксер Николай Барановский наотмашь ударил безоружную женщину, которая подошла к нему и прикоснулась к плечу, чтобы обратиться. Все это происходило под возгласы белорусов спасибо и милиция с народом. От такого беспринципного произвола стоящие рядом люди бросились на помощь женщине, а сам майор трусливо сбежал в микроавтобус. Действия Барановского попадают под часть третью 426 статьи Уголовного кодекса и наказываются решением свободы на срок от 3 до 10 лет, со штрафом или без, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Чемоданова считает иначе, она не увидела никакого нарушения и сказала, что это, цитата, применение физической силы для самозащиты. Испачканные в крови менты всячески выгораживают друг друга. Даже не попытавшись разобраться в произошедшем и не посмотрев видео, первый замначальника УВД Мингурисполкома с говорящей фамилией Козлов начал раздавать приказы, чтобы переложить всю ответственность на пострадавшую. Ну все, ну оттесняли толпу, все, вроде раз... Больше людей не было? А? А у тех, что больше нет людей? Не, ну другие контролировали с другой стороны, там разделилась эта толпа. Так, кто там было дальше? Короче, баба там подбежала, начала на видео снимать телефон, лицо, но он немножко слева иззарядил, чуть-чуть ударил, и потасовка началась. И что? Ну ничего. Задержали кого-нибудь или нет? С этих нет, ну не полезли в эту толпу, там человек 50 было. Так, если вы думаете, что оперативная группа, блядь, что там, дело надо возбуждать, блядь? Чего они не нападают на сотрудника, блядь? Не, так сотрудник ударил. Так понятно, а чего он ее ударил? Ну потому что подбежал с телефоном, лицо начало снимать с телефоном. Блядь, блядь. Вот сам сейчас вот в шоке разбираю, сейчас вызываю эту группу. Давай везде, блядь. Что за блядь такая? Она что сделала по отношению к сотруднику? Ну они же там и скандировали, там, ну 23-34 точно можно. 23-34, вмешательство в процесс, он предупреждал ее или нет? Отойдите. Там сдалека, это видео снято с этих, я сейчас буду с дозоров доставать. Ну ищите в дозоры, блядь. Готовьте компромиссирующий материал, всеобъясняющий материал. Быстро занимайтесь этим. Понял. Пострадавшая обратилась в приемный покой больницы. Милиция, которая как будто бы с народом. Подарила ей многочисленные ушибы, ссадины и растяжения. Красавцу Барановскому хватило просто дать объяснение в присутствии замполита и получить устное предупреждение. Женщине дали статью 23-34 за участие в митинге и провели проверку за вмешательство в административный процесс, подразумевающую штраф или сутки. Как стало известно из разговоров карателей, женщина оказалась бывшей учительницей, которая сейчас занимается репетиторством. Жодина город небольшой, наверняка она занималась с детьми, если не самого Барановского, то какого-нибудь его коллеги. Тем не менее, факт вопиющей несправедливости и очевидного превышения служебных полномочий нелюдям в погонах остался без внимания психолога. Он предпочел пообщаться с самим карателем. Я с ним побеседовала, но состояние его нормальное, с учетом ситуации. Нет там особо у него стресса никакого, ресурсы пережить этот момент у него есть. Ну, как он трактует, это что у него рефлексивное, рефлекторное то есть получилось. Стоит верить. Что? Стоит верить этому. Ну, если честно, мне показалось, я же видео несколько раз посмотрю, он сказал, что это был такой срыв, вот. Он мне долго работал, получается, сейчас лучший способ его отправить, конечно, отдохнуть. У него есть чем заняться, уехать, в семье есть поддержка. Ну, и насколько я понимаю, это у него уже не первый раз такое было. Но это у него нету такой черты, как агрессивность характера. Это просто агрессия, как реакция была. Там я видела, их обступили, в общем, это была провокация, но он и не выдержал. Ну, ему нужно, конечно, отдохнуть. К слову, по нескольким свидетельствам коллег Барановского, полученным черной книгой, он неоднократно проявлял гражданам необоснованную агрессию. В не особо жестокого подавления мирных протестов с 9 по 12 августа Барановский, цитата, просил автомат, чтобы расстреливать. Особого внимания заслуживает комментарий бывшего помощника пересидента и инспектора по Минской области Игоря Евсеева, который показал свое истинное лицо, такое же, как у Барановского. А что разбираться? М**р была и есть лицо с этой, то на одному покажи лицо, то второму. Он показал. Ни в коем случае этого хоп-то нельзя наказывать. Так я сам с ним вчера разговаривал, уже люди говорят, ну, наконец-то, хоть кто-то среагировал. Неправильно сделал. А кто это, Виталий? Это участковый мой, старший участковый. Али, молодец. Барановский. Как его фамилия, Виталий? Барановский Николай. Ну, молодец. А он бывший боксер и... Ну, я так и понял. Так красиво. Хорошо, что... Как его Барановский Николай? Барановский Николай. А отчество сейчас? Да, и дай телефон, я ему позвоню, чтобы... Телефон я сейчас должен уточнить. Виталик, дай телефон мобильный, я ему позвоню, хлопцу приятно будет. Если надо, я умешаю. 25 ноября в руки хунты попал доступ к телеграм-каналу Радио Свобода. В нем начали публиковаться сообщения сомнительного содержания. Как оказалось, в этот день в Минске задержали фрилансера белорусской службы Андрея Кузнечика. Жена журналиста рассказала, что около 17 муж уехал на велопрогулку, а она с детьми осталась дома. Вскоре он вернулся с четырьмя мужчинами в штатском. Обыск был достаточно интеллигентный. Мои вещи и вещи детей не трогали. Забрали всю технику и телефон Андрея. Мой мобильный телефон и мой планшет. Деньги. Андрею сказали одеваться и идти с ними. Из вещей ничего не разрешили с собой взять, кроме запасных штанов. Сказали, что забирают ненадолго. На пару дней. Если за белорусскими журналистами ведется внегласная охота, то иностранные медиа попросту не могут попасть в страну, чтобы рассказать гражданам своей страны, что на самом деле происходит в Беларуси. Журналистка курдского телеканала НРТ Жиян Али планировала сделать репортаж о ситуации на границе, но пограничники хунты ее развернули и отправили назад в Стамбул. НРТ – это независимый телеканал с миллионной аудиторией, который популярен в Иракском Курдистане. Вещание идет на курдском, на арабском и на английском языках. Как рассказала девушка для Радио Свобода, от того, что происходило, она почувствовала себя каким-то большим боссом мафии. Жиян – гражданка Дании. В паспорте указано, что она родилась в Ираке. После того, как погранцы узнали, что она приехала снимать сюжет с границы, ее завели в комнату, где были два офицера, не говорящие по-английски. На вопрос, что она сделала, менты смеялись и не отвечали. В итоге журналистки отказали во въезде в страну, без объяснения причины посадили на самолет в Стамбул. Позже погранкомитет хунты назвал причину отказа – отсутствие аккредитации от МИДа. Нам не дозволено вам ничего сказать. Вы мусите лететь назад у Туреччину. Это все, что мне сказали. Я отлумачила, что я в журналистке, я маю право ведать, что отбывается. Алияны только сказали – мы не хочем вас у нашей краине. Я больше николи не хотела бы наведывать Беларусь. Бо я не хочу быть у мест, где, коли ты просишь про обыходжение по людску, тебе не разумеют. Тому больше ни, коли, не. Но правда все равно просачивается в медиаповестку. Телеканал «Курдистан-24» поговорил с иракцами, которые недавно вернулись на родину. Они рассказали о голоде, издевательствах и избиениях со стороны силовиков хунты. И призвали своих сограждан не вестись на уловки контрабандистов, потому что там полная катастрофа. Все, что говорили о правах человека и равенстве, является ложью. Мигранты подвергаются пыткам. Люди заявляли, что их не кормили, били, унижали и, самое главное, не давали возможности уйти, когда они решились возвращаться в Ирак. Многим пришлось убегать от людей в форме. Кажется, слава про хунту, захватившую власть в Беларуси, скоро доберется в самые дальние уголки планеты. Очевидно, что независимым журналистам запрещено приезжать на границу и показывать правду. А то их материалы вызывают слишком большой резонанс в обществе. Так, фотография Касси Стрек с польско-белорусской границы попала в топ-100 лучших кадров по версии издания «Тайм». На нем сирийский мигрант, которому помогают волонтеры. Известно, что мужчина до того, как его вместе с братьями нашли, минимум четыре дня блуждал по лесу. Услышьте слово «джихад». И джихад начал приходить в лагерь беженцев. Они устроили бунт в логистическом центре и жаловались на просроченные продукты. В кадр журналистов «Рейтерс» попала заплесневелая тушенка и вафли, у которых срок годности кончился 19 ноября. Чтобы такого не повторилось, нелегитимный на вертолете прилетел в лагерь к мигрантам. Надеясь, что он принес им хорошие вести, те встречали его аплодисментами. Но этого не произошло. Он продолжает бороться с правдой и призывает верить только ему. И вам надо, находясь здесь, научиться отличать правду от неправды. Он согласился, что мигранты ищут лучшей жизни и перспектив для себя и детей на Западе. Признал, что там она действительно лучше, чем в странах происхождения мигрантов. Но в успешной Беларуси остаться никому не предложил. Беларуси, и я в том числе, как президент Беларуси, будем делать все так, как вы пожелаете. Даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то. Мы будем делать так, как вы захотите. Но вы понимаете, что мы не можем устроить войну, чтобы пробить вам коридор через Польшу до Германии. Защищающих границу поляков от массового проникновения тысяч нелегальных мигрантов он назвал обезумевшими и заявил, что договорился с Меркель. Мы договорились с канцлером Германии о том, что она постарается вместе с Евросоюзом решить вашу проблему людей, которые живут в этом лагере. Позже он обвинил именно поляков в препятствии миграции и заявил, что якобы Меркель сказала, что готова принять несколько тысяч мигрантов. Хотя ЕС только выражал обеспокоенность условиями содержания людей на белорусской территории и неизвестно, что услышали под этими высказываниями нелегитимного сами мигранты. Лука пообещал, что все желающие могут вернуться домой, таких уже около тысячи человек. Но насильно никого отправлять не будут. Как сообщил Минский аэропорт, 26 и 27 ноября будут выполнены еще два рейса из Минска в Эмбриль. Оба рейса выполнят авиакомпания «Раки Эйрвейс» на самолете «Боинг-747-400» на 400 пассажирских мест каждый. Также нелегитимный сказал, что белорусская граница для нелегальной миграции в ЕС открыта. Пройдете? Идите! Тем не менее, он мотивировал не останавливать попытки. Рассказывал об успешных попытках и о том, что часто люди возвращаются обессиленными и в плохом состоянии. Но белорусские медики не бросят в беде. Поверившие сказкам хунты, оказавшиеся в центре для иностранцев в Энджине, устроили беспорядки. Несколько сотен мигрантов ломали забор, разбивали окна в здании центра и скандировали, что целях прибытия в Европу – Германия. Успокоить агрессоров смогла прибывшая на место польская полиция. Нелегитимный заговорил и о мигрантах из Афганистана, которые, судя по всему, скоро тоже начнут появляться в Беларуси. «Разбомбили Афганистан, уничтожили фактически страну. И уже не самолетами, а сухопутным путем в западном направлении начали двигаться афганцы». Присутствовали в этом неадекватном спичи и угрозы для Запада. О мигрантов он попросил подумать о еще каких-то других целях, кроме возвращения домой или и без того не очень мирных попыток прохода через границу. «Если они и немцы и поляки меня сегодня не услышат, я не виноват. Мы будем с вами делать все то, чтобы выполнить ваши пожелания. Это не популизм. Будет так, как мною здесь сказано. Вы, пожалуйста, определитесь. Определитесь, как вам лучше. Или домой. Или будете терпеть эти невзгоды и лишения и стремиться в ту же Германию, на Запад. Или у вас будут какие-то другие цели. Подумайте». Судя по всему, нелегитимный пытается не только заручиться поддержкой мигрантов, но и внушить им, что именно сопредельные страны виноваты в происходящем. Во время очередной попытки прорыва границы, в которой принимали участие почти 200 мигрантов, в ход опять шли камни и палки. Белорусские спецслужбы слепили польских пограничников лазерами, а, как стало позже известно, был еще ранен один польский военнослужащий. В Литве фиксировалось уже несколько попыток, когда нелегальных мигрантов находили в опломбированных белорусской хунтой фурах. После этого МВД страны-соседки усилила контроль за транспортными средствами, но тенденция сохранилась. Глава МВД Литвы Агне Белотайте назвала нелегитимного «непредсказуемым преступником», заявила о возможности закрытия пунктов пропуска и призвала к ускорению и усилению санкций против режима. «Этот человек, господин Лукашенко, совершенно непредсказуем, и мы не можем знать, что может прийти ему в голову. Он является преступником, который организует транспортировку людей и таким образом преследует разные цели. Он использует живых людей как средство давления. Мы должны быть готовы и стремиться к принятию наиболее эффективных санкций на европейском уровне и к единым действиям во всем Евросоюзе». И общее согласие по формату и содержанию пятого пакета санкций против режима уже достигнуто. Они должны быть приняты 5 декабря. Вот и вся философия. В Гомеле начали проводить показательные аресты подростков. На базе УВД советского района города провели очередное мероприятие для подростков и преподавателей. В показательном формате в окружении десятка людей в форме и прокурора произвели арест двух несовершеннолетних в актовом зале. Раньше так называемые органы проводили экскурсии, агитировали на поступления, теперь перешли на показательные аресты. Какой будет следующий шаг хунты неизвестно, но свои предположения вы можете оставить в комментариях к этому выпуску. Тем не менее, по непонятным причинам в учебных заведениях страны по-прежнему не решен вопрос с недоборами учащихся. Не исключением стала и гордость агрохунты. Белорусская государственная орденов Октябрьской революции, Трудового красного знамени, Сельскохозяйственная академия. Из 1012 по плану подано всего 473 заявления на учебу, что в принципе на 43 больше, чем в прошлом году, когда студентов массово избивали и арестовывали за отстаивание своих элементарных прав. Нелегитимный отказался выпустить в Германию 2000 мигрантов, пока ЕС не возместит затраты на их содержание. Не хотят – не надо. Мы разберемся с этими людьми. Их защищать мы не будем. Переходите по ссылкам под этим видео или жмите на кнопку «Спонсировать». До скорого! Живи Беларусь!